Продолжение следует... 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 И плюс мы еще получили определенную оценку вероятности ответа на стандартную терапию, в частности, на терапию доцитокселом. Итак, семейный анамнез. Я действительно за свою практику не помню ни одного семейного рака предстательной железы. Буквально в прошлую субботу на конференции, организованной компанией Астрозенко в Москве, меня потрясли эти два клинических примера, где были семейные случаи рака предстательной железы, отец, три брата, три сына, две семьи, и у них у всех рак предстательной железы. Причем он четко укладывается во все те критерии, которые указаны на этом слайде. Развился рак до 65 лет у всех этих шести братьев, ну, трех братьев, двух семьях. У них имелась мутация в БРК-2 гене, которая наиболее характерна для рака предстательной железы. И самое главное, что очень, на мой взгляд, важно на сегодняшний день понимать, они все имели крайне плохой прогноз. На момент диагностики вот все эти клинические случаи, представленные из российской популяции, всего два, но на самом деле это достаточно много для нашей практики на сегодня. Они все имели метастатический процесс. Причем метастатический процесс не только привычные отдаленные костные метастазы, но и у всех были поражения лимфатических узлов, что является негативным, одним из негативных факторов прогноза течения метастатического процесса. Поэтому действительно мы на сегодняшний день можем выделить этих пациентов. Конечно, вероятность развития рака у пациентов с БРК-мутацией не столь высокая. Говорить, наверное, о профилактической радикальной простатоктомии на сегодняшний день рано, но тем не менее мы можем наблюдать соответствующие этих пациентов, соответствующие их контролировать. Хотя, мне кажется, вряд ли мы у этой категории пациентов реально можем на сегодняшний день выявить рак в ранней стадии. Скорее всего, они действительно манифестируют очень быстро и именно агрессивно, и именно метастатическим процессом. И, конечно, это еще дело будущего накопления опыта формирования этих семейных, вот именно семейных групп, которые, наверное, помогут нам дальше разобраться в их терапии. А, возможно, более раннее начало терапии с соответствующими препаратами поможет нам решить и их проблему. Оказалось, что действительно мутации в этих генах продемонстрировали и определенное прогностическое значение. И, конечно, основное это касалось гена БРК. И вообще, если посмотреть всю остальную информацию, конечно, мы ограничимся наиболее часто встречающимися мутациями. Но, на самом деле, не столько встречающимися, а сколько наиболее все-таки агрессивными в силу того, что они больше задействованы в этот процесс, и, конечно, это БРК-2 для мужчин, крайне редко БРК-1 и гены АТМ. И мы видим, что действительно при наличии подобных мутаций, как герминальных, так и соматических, мы видим ухудшение прогноза пациента по всем критериям и по степени дифференцировки глиссона и по стадии заболеваний, по размеру опухолевого процесса. Ну и в том числе по эффекту лечения этих пациентов. И, конечно, еще раз повторю, основное касалось для оценки БРК-2. Мы видим влияние на общую выживаемость, что кривые достаточно действительно разошлись. И прогноз БРК-2 положительных пациентов был более хуже, чем тех, у кого этих мутаций не определялся. Ну и вот действительно, на мой взгляд, крайне любопытный факт, что мы очень долго искали какие-либо хоть молекулы, которые бы подтверждали негативный прогноз на применение, или наоборот, позитивный прогноз на применение доцитоксела. И, в частности, у тех пациентов, у кого действительно имеется БРК-2 мутация, изначальная терапия доцитокселом показывает, на мой взгляд, впечатляющие негативные результаты по сравнению с терапией гормональным вектором, тем более нестероидными гормональными препаратами, то есть антиандрогенами второго поколения. Мы видим, насколько сильно расходятся кривые, и насколько прогноз становится хуже у тех пациентов, кто с БРК-2 мутацией получает доцитоксел в первой линии. Я думаю, что это тоже достаточно важный факт, и он подвигает нас, возможно, к более ранней оценке БРК-мутаций у мужского населения, или, как минимум, тех, у кого есть семейная анамнеза. Если говорить о всем семействе генов репликации, восстановления ДНК, она достаточно большая, их много, они затрагивают разные фазы восстановления ДНК после его повреждения. Чрезвычайно важный механизм, конечно же, жизнедеятельности клетки. И на самом деле основные были, то есть основные это те, которые я уже перечислял, это АТМ, которые участвуют в обнаружении и в основном косвенно влияют на репарацию и на последующий ответ, терапевтический ответ. Ну и в том числе, прежде всего, конечно, гены БРК-2 и БРК-1, которые и продемонстрировали основной прогностический эффект и основной ответ на проводимую терапию, в частности, аллопариба. Ну, различные варианты поломки и различное участие этих молекул, они требуют отдельной лекции. Конечно, основное надо понимать просто, как аллопариб осуществляет свой эффект. Он блокирует ген репарации. И тем самым просто фатальных повреждений ДНК накапливается в клетке максимально много, и в результате чего клетка гибнет именно в силу накопления вот этих поломок и разрушения ДНК. Поэтому эффект именно осуществляется за счет блокирования генов репарации. Ну, и, конечно, мы ожидали результатов исследования про фаун, потому что оно было чрезвычайно интересно. И, конечно, для нас было очень важно узнать, есть ли возможность все-таки воздействовать на это звено патогенеза, тем более, что мы уже имели много информации по поводу БРК-2 гена и БРК-1 при других нозологических единицах. Это и рак яичника, и рак молочной железы. И, конечно, я, как всегда говорю, урология несколько так запаздывает за женской онкологией. И вот, наконец, что есть роль и при метастатическом раке предстательной железы этого звена было получено в этом исследовании про фаун. То есть исследование, конечно, третьей фазы, рандомизированное, многоцентровое. Исследование очень хорошо организованное, на мой взгляд, с очень хорошим дизайном, с такой адекватной постановкой действительно исследуемых точек в этом исследовании. Если говорить о критериях, это подтвержденный, естественно, метастатический экстрационно-рефракторный рак предстательной железы. То есть это предлеченные пациенты и предлеченные как минимум двумя линиями терапии. Подтвержденные мутации генов, соответствующие в опухолевой ткани. И подтверждение наличия прогрессирования на очередной линии гормональной терапии. И статус ЭКОК-02. И, естественно, отсутствие приема препаратов этой группы в анамнезе. Пациенты рандомизировались. Была группа 1, где представлены были мутации, наиболее часто встречаемые, которые мы уже обсудили. И группа 2, куда вошли еще 12 мутаций, которые реже встречаются. И на самом деле не только реже встречаются, но и имеют меньшую патогенетическую роль в развитии рака предстательной железы. Пациенты в этих группах рандомизировались на тех, кто получал аппарит 300 мг два раза в день, и на терапию анистероидными гормональными препаратами по выбору врача. По сути, в зависимости от того, что пациент получал предшествующей терапии, в зависимости от этого выбирался энзолотамид или абиротерон. И дальше, естественно, пациенты оценивались, наблюдались. И первичной и конечной точкой была выживаемость без прогрессирования, которая, конечно, для этих пациентов является чрезвычайно важной. Это, еще раз повторю, предлеченные пациенты. И конечные точки здесь также вторичные, они также перечислены. Это и общая выживаемость, и выживаемость без прогрессирования в группе комбинации, где были суммированы обе группы пациентов. И также частота объективных ответов, а также оценивалась выживаемость без прогрессирования на последующих линиях терапии, что тоже очень важно для пациента с метастатическим процессом. Ну, вот те две группы и те гены, которые оценивались, вот интересно, если посмотреть по частоте встречаемости, то ген CDK был представлен в 6,3% случаев, то есть, в общем-то, достаточно высоко представлен, но при этом показано, что основная часть мутации в этом гене является более доброкачественной и не участвует как раз в патогенезе рака предстательной железы и не вызывает действительно онкологических изменений. Поэтому эта мутация все-таки попала в параллельную группу, мы видим в группу в когор-тубе, то есть как с менее встречающейся, но на самом деле просто имеющей меньше патогенетическое значение. Ну, а так, естественно, максимально встречались изменения в БРК-1, БРК-2 и АТМ. Конечно, БРК-1 для мужчин представлено в минимальной частоте мутаций, конечно, абсолютное большинство это БРК-2 в 8,7%, именно в исследовании профаун, суммарно 27%. Но при этом на сегодня уже накоплен достаточно большой опыт повседневной практики, и, к сожалению, в повседневной практике абсолютно большинство центров говорят о том, что больше 10% мутаций как герминальных, так и соматических во всех генах выявить не удается, то есть, по сути, это еще меньше на самом деле в повседневной практике когорта больных. Генетики говорят о том, что это проблема забора материала, подготовки материала и самого анализа. Специалисты-клиницисты многие говорят о том, что все-таки это может быть характеристика самих когорт пациентов и популяции пациентов, и поэтому есть определенные критерии для тех, кого мы сегодня должны подразумевать для оценки мутации БРК-2 и других генов репарации. Это пациенты до 50 лет, либо с семейным анамнезом рака предстательной железы, а также пациенты, которые... То есть, это пациенты ашкеназии, и вот эта группа больных действительно имеет смысл определения БРК-2 мутаций, но даже у них на сегодняшний день все-таки серии, которые не включены в исследования, не превышают, как говорил, 10%. Важно, как я сказал, что все-таки мутации двух генов в этом семействе встречаются крайне редко, что, наверное, облегчает нашу клиническую ситуацию, потому что оценивать легче и легче принимать клинические решения в этой ситуации, когда мы понимаем, что все-таки все ограничено одной мутацией из этого семейства, а не десятком, например. Тогда бы разобраться, наверное, в этой ситуации было бы еще тяжелее. По набору пациентов и по структуре, конечно, было, как и любое на сегодняшний день клиническое исследование, хорошо сбалансировано. Очень важно, чтобы была достаточно большая группа пациентов, получающих в первой линии лечения доцитоксел. Мы видим более 60% как в группе аллопариба, так и в группе энзоутамида, и в том числе в когорте. То есть, когда группы А и Б были совмещены, также достаточно большое количество пациентов получали доцитоксел, что позволило провести анализ именно влияние доцитоксела на лечение пациентов БРК-позитивных. По частоте объективных ответов мы видим, насколько в группе А пациенты с БРК-мутациями, получающие аллопариб, имели более высокую частоту объективных ответов. Это наглядно видно. Также и при совмещении обеих когорт мы также видим значительно лучшие показатели общей выживаемости. При оценке первой конечной точки убедительное расхождение кривок по безрецидивной выживаемости в когорте А и при этом снижение риска прогрессирования или смерти на 66%. Я думаю, 66% мало какое исследование на сегодняшний день может похвастаться таким результатом, тем более для такой таргетной группы, отобранной группы. И, конечно, это впечатляющие результаты лечения этих пациентов. То же самое мы можем отметить и расхождение кривых пациентов по общей выживаемости. Также есть статистические достоверные различия в пользу пациентов, получающих аллопарип. По сравнению со стандартной гормональной терапией мы видим, опять же, очень убедительное расхождение кривых в этих группах для тех, кто получал аллопарип и снижение риска смерти на 31%, что тоже, на мой взгляд, достаточно высокий показатель, что делает на сегодняшний день выбор достаточно, на мой взгляд, понятным. При оценке в другой когорте также безрецидивная выживаемость была достоверно выше, и общая выживаемость во всех точках анализа превосходила в группе получения аллопарипа. Так как время заканчивается, я несколько сразу перейду к оценке, наверное, токсанов. И здесь, как я уже говорил, было показано, что, конечно, предшествующий прием токсанов все-таки оказывает негативное влияние на прогноз пациентов, имеющих мутации в БРК-2-гене. И, конечно, для этих пациентов предпочтительная терапия гормональная, и в том числе, конечно же, назначение аллопарипа при кастрационной рефракторности, в том числе и в первой линии. Если делать основные выводы, то эффективность аллопарипа в зависимости от предшествующей терапии токсанами в исследовании профанно включена достаточно большая группа пациентов, получающих токсаны. В исследовании приблизительно 2 трети пациентов в общей выборке получали токсаны, и в данной когорте А и в когорте А плюс Б в целом подтверждают активность аллопарипа независимо от предшествующей терапии токсанами, то есть они все-таки были эффективны и при токсанах, и при гормональной терапии. Переносимость сравнима с теми препаратами, которые используются в этой линии терапии, поэтому я, наверное, останавливаться не буду, она хорошо знакома химиотерапевтам, и на сегодняшний день основным, конечно, на мой взгляд, выводами является то, что мы, конечно, должны оценивать молекулярный профиль больных метастатических гормоночистых гормоночистых, гормоночистых, раком предстательной железы, особенно в той когорте пациентов, которые я определил несколько выше, и те пациенты, у которых развивается кастрационная рефрактерность и имеют наличие подобных мутаций, на сегодняшний день должны получать терапию лопарибом, так как их показатели выживаемости достоверно выше при проведении этого лечения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...